Сейчас посмотрим, что там будет вообще. Да, то, чего я и боялась. Прям дискотечная. Потрясающие кислотности оттенки, конечно. Интересненько. Страшно, а жуть. Терпимо. Сейчас будем сравнивать. Был от кто-то. Прям вау. Привет, красотки и красавцы. Сегодня мы с вами будем пробовать косметику для меня новую. Influence Beauty называется она. Это российский бренд, который, судя по тому, что написано на упаковке на оборотной стороне, производится в Китае. Возможно, не все, но вот эта палетка, например, там. Кроме вот такой интересной красотки, в видео будет карандаш. Желтый карандаш для глаз. Мне кажется, это огромная редкость найти такие вот яркие оттенки в карандашах, чтобы они были интенсивными, стойкими и отвечали всем запросам. Я ходила в несколько магнит-косметиков, потому что не везде были тестеры и не на все. И тестеров, например, на жидкие дуохромные тени так нигде и не нашла и не уверена, что они вообще существуют. Долго думала, надо ли покупать эти жидкие тени, пробовать их или нет, но решила пока вот ограничиться этими двумя продуктами. Influence Beauty выпускается той же российской компанией, что и Vivienne Sabo, например. Называется она Gradient. Ну а вообще палетку и эту мне посоветовали вы в моем Telegram, за что спасибо огромное. Я, конечно, пока что еще на глазах не пробовала, сегодня мы с вами это вместе будем делать, но была приятно удивлена еще в магазине, когда посвотчила, и еще более приятно удивлена, когда я сейчас снимала свотчи. Прям вау! Много чего есть у Influence Beauty, и у них такая концепция интересная, упаковочки какие-то необычные, тематические, и долго я думала, что бы я еще хотела попробовать. Посвотчила тональные кремы, но пока решила их не покупать, потому что мне показались они очень-очень плотными там в магазине, когда я их размазывала по руке. Если вам интересен обзор на какие-то еще средства этого бренда, обязательно напишите об этом в комментариях. Также напишите, пожалуйста, что вы пробовали, что вам понравилось, что не понравилось. Я думаю, что всем это будет очень полезно. Но вообще, прежде чем идти за покупками, я, конечно, погуглила, где продается Influence Beauty и что почем. Оказалось, что в Magnet Cosmetics самые выгодные цены. К примеру, вот эта вот палетка стоит там 999 рублей без скидок. Возможно, там можно попасть еще на какие-то скидки и сэкономить, не знаю. Но, например, в том же L'Etoile эта же палетка стоит 1400 с лишним рублей. Так же, как и другие средства. В общем, я посравнивал, потому что бренд существует и в других магазинах. И оказалось, что все-таки там он дороже. Хотя, сейчас очень быстро все меняется. И, возможно, где-то он будет внезапно дешевле, например. Да, кстати, в Telegram я выкладывала фотки из Magnet Cosmetics. Что там почем было вообще? Какой выбор всего этого дела? Оперативно я там выкладываю то, что сейчас в данный момент происходит. Всякой полезной информацией мы с вами там делимся. И также просто болтаем обо всем. Так что, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой Telegram-канал. Ссылка будет в описании. Также подписывайтесь на другие платформы, потому что YouTube, возможно, тут со дня на день и закроют. Если что, мои видео будут продолжать выходить на Яндекс.Дзен, в моей группе ВКонтакте, на Рутуб. Хотя толку от выкладки видео там нет совсем, потому что у них поиск, по-моему, ну никак не работает. Это там просмотры видео 2, 4, 10, вот такое. Вот, и найти там чьи-либо видео, и найти там какого-то блогера, у которого не миллиард подписчиков, просто невозможно. И также дополнительный контент для спонсоров вас будет ждать на Boosty. Я монтирую, доснимаю видео, что-то у меня то не получается, то еще что-то. Кое-что там интересное, ну, необычное для моего канала подготовила для спонсоров. И вот поэтому процесс затянулся. Не знаю, уж понравится или не понравится, но это будет первое видео. И спонсоры, я думаю, расскажут, как оно им, и нужно ли снимать такой формат вообще или нет. Желаю вам приятного просмотра, и приступим. Начнем с палетки. Я не уверена, что я вообще сегодня буду делать макияж с этим карандашом. Конечно, с Watch я вам покажу. Карандаш вот у меня до этого такой ярко-желтый, ну, такой немного, наверное, другой оттенок, но тоже ярко-желтый был у меня только в Colourpop. Но те самые карандаши Colourpop отличаются тем, что тебе может прийти как супер-классный, там, мягкий, пигментированный рисующий карандаш, так и карандаш абсолютно засохший. У меня так и случилось. Желтый был классным, а салатовый просто высохшим приехал, хотя они только вышли на тот момент. Палетка. Блин, вообще, мне и оформление очень нравится. И то, что она такая все подрядская, и оттенки здесь интересные и необычные, особенно для бюджетного бренда, особенно за такую стоимость. И, конечно, главный оттенок, который меня больше всех привлек, из-за которого я, собственно, купила эту палетку из разных целей. И, чтобы сравнить вот с желтыми, Джеффри Стар, например, как тут с качеством. И потому что мне интересно пробовать всякие вот такие вот яркие оттенки, сравнивать качество, потому что обычно вот желтый очень проблемный. Он везде проблемный, и у Джеффри, и не у Джеффри, и его надо на подложку. Еще здесь очень красивый яркий оранжевый, это нестандартный оранжевый, он такой разбеленный, так же, как и желтый. И за счет чего такой прям электрический. Давайте же посмотрим на свотча. Я попыталась сделать их по цветовым гаммам, и на первый взгляд, наверное, даже не очень заметно, что в палетке есть какие-то нейтральные оттенки, потому что яркие перетягивают внимание на себя. Шесть оттенков здесь таких достаточно нюдовых, в потеплее гамме и в попрохладнее. Есть даже такой, мне кажется, что хорошо пигментированный черный, но, конечно, это будет ясно в макияжах, такой он или не такой. И так же, ясно в макияжах, такой он или не такой он или нет. Следующие гаммы это сиренево-розовая, голубая и желто-оранжевая. По финишам здесь оттенки матовые, также какие-то металлики или недометаллики, но в то же время они не сатины. Пара из которых, кстати, дуохромные, это розово-персиково-золотой и сиренево-розово-голубой какой-то такой. Ну и один глиттер с плоскими блестками, которых я опасаюсь, поэтому с этим оттенком макияж с вашего позволения делать не буду. По-своему, палетка показалась мне очень даже приличного качества. Правда, вот один из светлых оттенков, какой-то совсем плохо пигментированный, он даже пальцем не очень перенесся на кожу, но ничего страшного, главное, чтобы яркие оттенки были классными. И переходим к мейкапу. Какие вообще мои соображения и планы на эту палетку? Поскольку я всегда затемняю внешний уголок, такое у меня строение глаза, что иначе невозможно, потому что глаза пропадают, мне нужно внешний уголок чем-то затемнять. Я буду в будущем использовать эту палетку в качестве акцентной, потому что, ну, нечем особо здесь затемнять. Я имею в виду, что здесь нет темного фиолетового, например, темного какого-то оранжевого, чем еще можно затемнить темного, бордового, например, да. Здесь вот такие вот яркие разноцветные оттенки, они, да, есть, но чем затемнять? В итоге я понимаю, что мне затемнять придется либо вот черным, либо сереньким, либо коричневеньким, но коричневый и серый, они могут оказаться недостаточно пигментированными в условиях макияжа, который сделан на белую подложку. Я имею в виду, что коричневый и серый, они у меня, например, если затемняющие, то все равно на все остальное веко я буду использовать белую подложку всегда, я так подозреваю, потому что иначе эти оттенки не будут такими яркими, пигментированными и легко могут пятнить, что понятно еще и свочи мне лично. Поэтому, если, например, вот эти оттенки недостаточно плотные для такого использования, то есть я сейчас, конечно, сделаю макияж, затемнив вот чем-то из них, но думаю, что мы с вами, ну, дай бог, чтобы такого не было, но обычно происходит как? Если ты в других местах используешь белую подложку, там в качестве, ну, в виде помады или там чего-то еще, и поверх наносишь какие-то яркие оттенки, то это место, куда ты их наносишь, где белая подложка, оно более плотным получается, чем вот эти вот затемняющие. То есть я бы сказала, для меня в них недостаточная плотность, но цель моего сегодняшнего видео показать вам, что можно сделать только этой палеткой, поэтому другие я трогать не буду. В будущем, конечно же, я думаю, что вы увидите на моем канале макияжа с использованием этой палетки, то есть я буду делать по-любому, брать вот акцентный вот этот желтый, вот этот оранжевый и сиреневый и розовый и голубой, потому что они интересные здесь, кстати, шиммеры мне очень понравились, но буду брать более плотные матовые из каких-то других палеток. Ну а сегодня посмотрим на способности ее одной. Я знаю, что вам тоже очень интересно и не терпится, и мне самой не терпится, давайте же уже сравним этот ярко-желтый из маньяка. Я, кстати, по-моему, не сказала даже ни разу название палетки. Маньяк, она называется хипоманьяк. Вот, я очень хочу сравнить этот ярко-желтый или даже желто-салатовый с подобными оттенками из конспирасии и Джо Брейк и Джеффри Стар. Без каких-то подложек, вот тупо даже по свочам, потому что на подложках, понятное дело, что они себя ведут нормально все. Ну, во-первых, смотрите, набирается на палец точно так же, как у Джеффри, примерно. Они все так кривовато набираются, видите, так прозрачненько вот. И вот желтый в другом уже оттенке теплее. Вот, они все, видите, какие? Какие-то кривые, косые, неравномерные. И равномерного желтого ни одного ни разу я ни у кого не видела. И когда делаешь сводч, они все полупрозрачные. Вот, смотрите, они все три разного оттенка немного. Ну, как, вот этот много, если особенно с ним сравнить. Даже сказал бы, что в Маньяке это скорее салатовый по сравнению с вот этими двумя. Смотрите, они все такие прозрачненькие, и все они требуют подложки. Точно так же, как вот, например, оранжевый из палетки Маньяк. Давайте, кстати, его тоже сравним, потому что в Джо Брейке есть нечто подобное. Правда, качество в Джо Брейке уже другое именно этого, ну, похожего оттенка. Он плотный, и он не такой пляшивый. Тоже он какой-то такой вот полупрозрачный, неравномерный. И даже не знаю, с кем их тут сравнить. С вот этим он какой-то персиково-оранжевый, или с вот этим ярко-рыжим. Все-таки один в один оттенков нет. Ну, давайте вот так. Так, это у меня Маньяк. Вот он как и желтый такой прозрачненький. И вот это вот два оттенка из Джо Брейка. Они плотнее, и они сами по себе так наносятся, что можно и без подложек использовать. Но вот этот я, конечно, буду с подложками. Я абсолютно не против, потому что такие электрические яркие неоновые оттенки, они как бы, да, они капризные и требуют особенности нанесения. Но мне кажется, что это не критично. Хотя, сейчас посмотрим, что там будет вообще. Хотя, сочетание такой оттенков мне не особо нравится, но я его сделаю. Не особо нравится, потому что я, как уже говорила, вот недостаточно плотные они для таких макияжей. Но я все равно так сделаю. Смотрите, у меня вариант либо затемнить серым, либо коричневым. Использовать я хочу в мейке оранжевый и желтый. Вот, на секундочку, как они набираются. Получается, что сочетание либо вот так я сейчас сделаю, либо такое, либо вот такое. Все, пока, конечно, выглядит страшновато, как-то совсем не очень, да. И либо я буду с коричневым вот так вот делать, либо буду с серым делать, хотя даже, наверное, лучше было бы с черным. Пока что, да, вот эти вот оттенки более прозрачные, чем эти. Но когда я сделаю белую подложку, я думаю, что все поменяется. Делать мейк я буду, ну вообще изначально, да, на консилер, я вамазаю, который мне понравился в таком качестве. Тоненько его распределяю. И давайте-ка первым я все-таки коричневым воспользуюсь. Тени здесь по-разному пылят, но в основном они сильно пылящие, так что нужно, ну, поаккуратнее их набирать. По-моему, они ничем не пахнут, ну, то есть я не чувствую каких-то ароматов, несмотря на то, что они там сделаны в Китае, никаким Китаем. У меня, по крайней мере, эта палетка не пахнет. Распределяется, смотрите, как хорошо, легко тушуется. Но вот боюсь, что проблема будет в толщине, в наслаивании. Сейчас проверим, конечно. Наслаиваю, наслаиваю, а толку особо нет. Но хотя бы он не плешивит, и вроде он совсем с века не исчезает, что уже хорошо. Зато пятна сложно наделать. И затемняю внешний уголок. Ну, затемняю это громко сказано, потому что, видите, какой он бледненький. Да, то, чего я и боялась. Ладно, я думаю, что в случае чего, если будет совсем все стрёмно, я в конце тогда, когда уже все там сделаю, получится в конце, я тогда затемню каким-то оттенком из других палеток. Ну, просто вот смотрите, какой он по насыщенности цвета. И это такой совсем нюдовенький нюд. Беру белую помаду Джеффри Старт, наношу ее на руку, и с руки быстренько распределяю синтетической кистью туда, где хочу сделать а-ля каткриз какой-то, что ли. Ну, в общем-то, у меня цели нет изначально делать каткриз, я хочу просто, чтобы ярче выглядели оттенки. Но, по сути, каткриз, каткризу быть. И сразу же, пока не застыл окончательно карандаш, набираю оранжевый, с вашего позволения, прямо на столе буду набирать, потому что сыпучат тоже оттенки. И вбиваю яркий этот оранжевый. Посмотрите, какой он сразу прям вау, электрический, офигительный, яркий. Но без подложки белой такого не будет. И настолько ядреного, разбеленого, ядреного оранжевого у меня, мне кажется, еще в коллекции не было. Хотя я столько всего перепробовала. Все, что я пробовала даже у Джеффри, ну вы сами видели, да, у Джеффри, что оно такое более приглушенное, не такое прям дискотечное. Чем более липкая подложка здесь, тем лучше, чтобы лучше прилипло. Ну, хочу сказать, что даже на белую помаду он ложится не идеально равномерно, все-таки немного пятнами, но, в принципе, терпимо. И яркий этот желтый или зеленый, или желтый-зеленый, тоже вбиваю рядышком. Потрясающие кислотности оттенки, конечно. Они как-то, несмотря на белую подложку, ложатся на нее очень прозрачненько, не так плотно, как я думала будут ложиться, так что с этим коричневым по плотности может быть и не особо-то какие-то проблемы, да, рядом. Но, конечно, оттенок его совсем такой нюдовый, и это выглядит странновато. Вы посмотрите, какое яркое настроение на глазу. Мне нравится. Несмотря на то, что что-то где-то как-то немного плешиво, но это настолько некритично. Прям супер. И все-таки моя психика не выдержит, если я не затемню так, как надо, так, как мне хочется. Так что давайте этот я вам светленький, коричневенький я вам показала. Давайте я возьму какую-то другую палетку и сделаю так, чтобы макияж смотрелся как-то по-гармоничнее, чтобы не было такой разницы. Наверное, таким вот первым, что попалось под руку и следует затемнить, будет этот коричневый оттенок из палетки Диноне Глэм. Ну, то есть предыдущий оттенок, он у меня получился как просто растушевочный, не затемняющий. Предыдущий, я имею в виду коричневый из палетки Маньяк. Вот. Вот это на мой вкус смотрится уже более удобоваримо. Давайте посмотрим на карандашик на желтенький. Во-первых, мне очень понравилась его упаковка. Там такая спиралька прозрачненькая и хорошо видно, да, сколько карандаша у тебя осталось. Ну, пока что он весь остался, потому что я его даже не пробовала еще. Вот так он выглядит. И несмотря на то, что тестеры, сами знаете, как пользуют в магазинах, они там все равно даже в тестерах были очень-очень мягкие эти карандаши. Ну вот, да, он очень-очень мягкий. Еще там ядреный голубой, ядреный розовый яркий, еще какие-то оттенки. Ну, прям мне вот такой вот хотелось очень. Смотрите, по самому оттенку он, как сказать, более цеплячий, более желтый, более теплый. То есть он больше по оттенку похож на желтый из Джобрейка, чем на тот, который с палетки Маньяк. Кстати, карандаш стоил 400 рублей. Мне кажется, что для бюджетного бренда это немало, но для такого качества, который посоревнуется с дорогими брендами, где еще фиг найдешь такие ядреные цвета, мне кажется, что это нормальная цена. А опять же в Литуалях и в других магазинах, не в магнит косметики, карандаш, как и все остальное, стоит дороже. Ну и у нас с вами нижнее веко, куда давайте-ка я нанесу этот же коричневый. И хочется мне на нижнее веко куда-то вот сюда добавить вот этот, да, хром или даже мультихром, очень интересный он. Розовато-золотисто-персиковый, даже у Пэт Маграта я нечто подобное видела. Я имею в виду именно по оттенку. Не, на нижнее веко все-таки, наверное, давайте на глиттерную базу, потому что очень сложно наносить на сухую. Хотя на верхнее веко, и особенно если наносить пальцем, все там будет хорошо. О, такая же тема, как у Пэт. Смотрите, розового не видно вообще, зато золотой вылез. Интересненько. Эх, на нижнем веке тоже, пожалуй, диноны затемнело, а то как-то лысенько получается. И во внутренний уголок чуть-чуть добавлю белого, ну, белой подложки и этого желтого салатового. Я прокрасила верхнюю межресничку, такую небольшую а-ля стрелку, не стрелку нарисовала. И вот накрасила ресницы, и вот как выглядит макияж. На втором глазу, простите, но нет ничего, потому что там будет другой. Кстати, из всех этих ярких оттенков, самый крутой по качеству, и которому, мне кажется, можно даже никакую подложку не делать, это вот этот яркий розовый. Я просто так легонечко на него дотронулся, он набирается очень хорошо, переносится на руку хорошо, без проплешин каких-то. Ну вот, смотрите, вот эти вот два, голубой и фиолетовый, или точнее сиреневый, они требуют определенно, требуют какой-то белой, например, подложки, чтобы ярко выглядеть, а вот этому, ну, в принципе, ничего не надо. Что я буду делать дальше? Хочу показать вам другие оттенки, не факт, что макияж будет вообще с такой же формы, сейчас посмотрим вообще, что там будет. Моя-то цель главная, вам показать, как работают эти оттенки, да, что с чем в этой палетке сочетать, и как бы, чтобы вы понимали, надо вам чем-то еще пользоваться, когда вы берете оттенки из нее, или не надо. Здесь по той же схеме, скажем так. Сначала консилер распределяю, нейкед эффект. Растушевочным здесь будет вот такой вот светло-серенький. А он где, собственно, вы его видите? Я вот что-то не вижуся навеки, хотя вроде он переносится туда. Такой вот оттенок. Необычный. Вроде серый, а вроде, видите, под цвет кожи. А теперь беру черный. Страшно, аж жуть. Буду вбивать на внешний угол черный. Мы же с вами должны оценить его суперспособности. Ух ты, смотрите какой он. Главное, чтобы ты не исчез никуда. Я бы сказала, достаточно прям хорошо пигментированно переносится. Пигментация лучше, чем вот у коричневого была. И беру чистую, но она синего цвета, потому что не отмывается от теней. Чистую растушевочную кисть из козы и ею уже его тушую во все стороны. И вверх, и вбока. Добавляю черного и снова тушую чистой этой кистью. В общем-то, не скажу, что он прям очень легко тушуется, но для черного оттенка достаточно хорошо. Если тушевать его в какой-то светлый, а не наоборот. Черный вообще такие коварные. Лучше наносить что-то светленькое сначала в то место, куда вы будете тушевать. Тогда тушевка пройдет легче, чем если просто сначала вы черный наносите, а потом его в кожу как-то пытаетесь, а потом уже сделать тушевку светлым оттенком. Вот, в принципе, терпимо. Тут я потушевала, что мне где надо, и добавляю черный куда нужно. Пока не могу сказать, то ли он сам тут подисчез, то ли я, может быть, задела. Это мы с вами попозже поймем. Ну, неплохо, неплохо он себя ведет. Дальше на белую подложку буду наносить сиреневый и голубой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой он на белой подложке. Как вы понимаете, без нее он будет менее пигментированно выглядеть и менее интенсивно лежать, смотреться. Тоже как-то не везде равномерно, но, в принципе, очень даже ничего. Голубой. Он какой-то небесный голубой. Вот один в один. Я даже у Джеффри, хотя есть у меня палетка Blue Blat, и там всякие голубые и синие. Мне кажется, что ничего похожего нет. Сейчас мы с вами проверим мое предположение. Очень красивый оттенок. Не похожий ни на что. Красота. А место, где они смешиваются, вот этот переход сиренево-голубой тоже. Очень красивый оттенок получается. Но он тоже ложится не очень равномерно. Смотрите, где-то он плотнее чуть-чуть лег, а где-то больше просвечивается белая подложка. Это вообще не критично, но просто вот сам факт. Чтобы он смотрелся еще ярче, нужно плотнее нанести эту белую подложку и его сверху припечатать. Сейчас будем сравнивать. Голубой из Маньяка. Дальше. Голубой из Джобрейка. Дальше. Голубой вот такой и голубой вот такой. Да давайте вот такой вот из Blue Blat. Прям вот разница в толщине оттенков очень видна. Конечно, в плане качества, в этом плане, по плотности, я имею в виду, у Джеффри все гораздо лучше. Вот смотрите, получается, что это маньяк прозрачненький, все остальное Джеффри. Конечно, качество Джеффри мне нравится больше. Так же, как и у Сирени Виньких. Да, вот с этим сравните этот оттенок на веки, который у меня, я не могу, потому что вы видите, они совсем разного цвета. Что похожего есть в Blat? Кто там? В Blat кто-то. Ну, по оттенку, по самому. На вот этот он вроде как похож. Но это небо и земля, потому что этот плотный и очень темный в итоге, да, из-за плотности. Хотя они в палетках похожи, этот совсем светлый в итоге. То есть сравнить, по сути, не с чем. Кстати, по поводу стираемости карандаша, я уже тру, который по счету влажной салфеткой, и до конца его стереть никак не могу. Стойкий он. Карандаш мы с вами попробуем в макияже, в каких-то других видео непременно. Потому что здесь я даже не знаю, куда его засунуть. Вот. Наношу светлый, серенький, как это делала уже на верхнем веке, в качестве растушевочного. Черный оттенок на внешний угол. Аккуратненько наношу и подтушевываю. Дальше. Шиммер фиолетовый, точнее он фиолетово-розовый. Блин, я его тоже на глиттерную базу нанесу, потому что так на нижний век задолбаюсь просто перетаскивать его. Много что напоминает этот оттенок. Из худа, например, которая Desert Dusk, по-моему, там такое фиолетово-розовое. Вот смотрите, когда он пигментированно ложится, хотя на сводчиках был больше розовым, розово-сиреневым. Когда пигментированно ложится вот на глиттерную базу, то он какой-то сиренево-голубой. И эта розовинка не выбивается особо. Очень интересный дохром. И опять же глиттерная база. И голубой оттенок на нее. Вот так пока что все это выглядит. И теперь я черный карандаш на слизистую с внешнего уголка наношу. Прокрашиваю верхнюю слизистую межресничку. И вот такой вот яркий карандаш Beauty Bomb. Похожий карандаш есть, вот я его не купила, но он есть у Influence Beauty. Если интересно, зайдите, посвочите в Магнит Косметик и удивитесь оттенком и качеству. Вот наношу его вот сюда. Я доделала макияж всего на свете. Вот как выглядит второй мейк, оформленный уже полностью. Очень мне нравится сочетание оттенков, каждый оттенок, все как лежит, мне нравится. Черный мне понравился, здесь меня устраивает абсолютно все. И вот они, два макияжа, и оба они мне нравятся. Не знаю, какой больше. Обалденные оттенки. И я со всей ответственностью могу сказать, могу заявить, признаться вам, что мне очень понравилось качество этих теней. Очень классно, все супер просто. Особенно за 999 рублей. Я ни разу не видела за 1000 рублей таких неоновых ярких оттенков. И все вот эти особенности нанесения для меня лично полная фигня. То, что нужно какие-то там пастельные, или там супер яркие, разбеленные оттенки наносить на белую подложку, это вообще полная фигня. Потому что в Норвине, Анастаси Беверли Хиллс, хрен найдешь такого качества, вот тени. Хотя там стоимость какая и здесь. У Джеффри, ну да, некоторые оттенки, как я вам показала в этом видео, они плотнее. И поэтому даже не требуют какой-то белой подложки. Но они стоят совсем по-другому. Их сейчас достать сложнее, кроме как, если вы не сперете их покупать в Литуаль, где они могут быть в наличии, могут не быть. И плюс ко всему, у Джеффри нет таких же точно оттенков. Офигительно, все просто супер, шикарно, классно. Я думаю, что вы увидите эту палетку в моих видео еще не раз. Ну, то есть я собираюсь реально делать макияж, как я вам говорила, используя в качестве затемняющих оттенки с других палеток. Просто когда себя не ограничиваешь вот этим, что сейчас сделаю одно и то, можно такой красоты наворотить, такого интересного что-то придумать. А так, в принципе, черным можно, как вот я здесь затемнилась, затемнять макияжи с любыми оттенками из этой палетки, с любыми яркими. Все будет прекрасно сочетаться. Прям вот, блин, я вообще, я в шоке, что это российский бренд, что он легко доступен. В шоке от того, что за такую стоимость такое офигенное качество. Может, оно кому-то, конечно, не нравится. Но я думаю, что если вы пробовали более дорогие бренды с подобными оттенками, видели, какое качество там, я думаю, что вы оценили. То, что за 1000 рублей можно найти вот такой вот ядреный неоново-желтый, которого вообще больше нигде нет. И мне кажется, что этот ядреный-желтый по оттенку вот больше как раз-таки похож на оттенок из-за новой палетки Джеффри Бьюти Киллер 2, которую к нам не завезли, хотя новые кремовые или какие-нибудь там тени Джеффри к нам завезли таки. А заказать из-за границы невозможно. Так что вот это, я думаю, отличный заменитель, по крайней мере, этот оттенок. И вот и желтый. Ой, господи, оранжевый этот мне очень прям нравится. Вообще все просто супер шикарно. Очень интересно узнать, что вы думаете о качестве этих теней, если не пробовали их, то что вы думаете об увиденном в моем видео, потому что я стараюсь очень подробно и наглядно все показывать, как, что на что наслаивается, наносится, как себя ведет. Свои, че я делаю без каких-либо подложек, чтобы было всем все понятно по максимуму. Снимаю я видео в 4К. Правда, не на всех площадках удается выложить в этом формате, потому что не все его поддерживают, но YouTube, например, поддерживает. Ну, чтобы вот вы смогли просто досконально все там поближе как-то разглядеть, вот, да, каждой поры. Поэтому тут все максимально видно, мне кажется. Что вы думаете о таком качестве за такую цену? Да, и еще, кстати говоря, очень приятно то, что тени ничем не пахнут. Сейчас уже начал сезон аллергии, я уже на все чихаю. Еще немного я, наверное, перестану пользоваться особо косметикой, как в прошлом году. Буду какие-то придумывать на определенный период времени, да, какие-то видео на другие темы, потому что это весенняя аллергия. Ну, короче, аллергики меня понимают. Ты чихаешь, чешешься даже на то, на что никогда не чесался и не чихал. Это просто надо пережить. Вот, все, в кучу смешала, обо всем вас предупредила. Надеюсь, это видео оказалось для вас интересным и полезным. Желаю вам солнышка, отличного настроения, классной, качественной косметики, доступной и по классным ценам. И, конечно, держите хвост пистолетом всегда. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok